О ситуации на поле боя, на нашей большой, длинной линии фронта, прямо сейчас мы поговорим с военным обозревателем, бывшим спикером Вооруженных сил Украины, Владислав Селезнев присоединяется к нашему эфиру. Владислав, здравствуйте. Что ж, мы целый день сейчас транслируем кадры визита Джо Байдена в Киев. Как вы прокомментируете этот необъявленный визит? Давайте с этого начнем. Ну, очевидно, что визит президента страны, которая по праву является лидером всего демократического мира и, собственно говоря, лидером проекта Рамштайн 50+, а я напомню нашим зрителям, что 54 страны входят в настоящее время до антипутинской коалиции. Опять же вспомним события весны 1945 года, тогда в состав антигитлеровской коалиции точно так же входили 54 страны-участницы. Я думаю, что это как раз тот самый абсолютно четкий сигнал и Владимиру Путину лично, и в целом Российской Федерации, что все их попытки и их потуги изменить ситуацию на поле боя, они, собственно говоря, приговорены к тому, что останутся так попытками без каких-либо шансов на успешность. Ну, а украинские силы обороны, я уверен, что в настоящее время занимаются над реализацией очень важного кейса, кейса подготовки к будущему контрнаступлению. Украинские силы обороны потом очевидны, что нашу землю от противника необходимо вычищать, и над этим украинские силы обороны в ближайшие перспективы будут заниматься непосредственно и полным ходом. Вот Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Байденом вопрос поставок дальнобойных ракет. Мы также говорили о дальнобойном оружии и о том оружии, которое еще может быть поставлено в Украину, хотя ранее не поставлялось. Цитирует слова президента Украины СНН. Как вы полагаете, вот такое оружие, как оно может изменить ситуацию на поле боя? Буквально перед эфиром прочитал заявление министра обороны Украины господина Резникова, который говорит, что в ближайшей перспективе, в очень ближайшей перспективе Украина получит ракетное вооружение, которое способно уничтожать вражеские цели на расстоянии от 120 до 150 километров. Да, это пока еще не американские атакамсы, но тем не менее, эти ракеты могут уничтожать те цели, до которых пока не в состоянии дотянуться наши хаймарсы. Очевидно, что путинской логистике придется еще далее размещать свои склады с боеприпасами, дабы они не попали под эффективный гон украинских артиллерий и ракетных средств. Это хорошая новость, потому как чем далее находятся вражеские склады с боеприпасами, тем сложнее их логистика, а значит российская армия не сможет оперативно и адекватно реагировать на любые изменения, на поле боя. Владислав, вы знаете, вспоминаются также сегодняшние слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что визит Джо Байдена в Украину это четкий сигнал туда, на болота, что вас никто не боится. Но, собственно, о том, что не боятся, в частности Джо Байден, тех же атак российских оккупантов, давайте поговорим о безопасности этого визита. Интересное есть сообщение от журналиста Джим Лапорт из Роллинг Стоун. Он пишет о том, что президенту США Джо Байдену было представлено множество планов визита в Украину. Рассматривался вариант встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинской границе или же во Львове. Но этот журналист сообщает, вероятно, со своих источников, что Байден сам настоял на том, чтобы он посетил Киев. Ну и непосредственно еще The New York Times посвящала свою статью сегодняшнюю тому, как был организован этот визит, чтобы Джо Байден ехал на поезде в Киев. И в определенное время появлялись сообщения на сайте Белого дома. Что вы в целом думаете о том, какой была эта организация, приехать в столицу Украины, страны, которая находится в конфликте, в войне и которая постоянно подвергается ракетным атакам Российской Федерации? Июль 2009 года. Серьезное обострение ситуации в Республике Косово. В тот период я проходил службу там в составе совместного украинско-польского миротворческого батальона «Укрпулбат». Это наша была 12-я ротация. И именно в этот период тогда еще вице-президент Джо Байден прилетал к нам на базу. У него был там ряд встреч и с местными чиновниками, соответственно, с представителями миротворческого контингента сил Кайфор. И, собственно говоря, тогда еще возникло абсолютно четкое понимание, что этот политический лидер не боится сложностей, он не боится рисковать. Этот риск абсолютно рациональный, он направлен на то, чтобы максимально решить те проблемы, над разрешением которых он работает для того, чтобы совершать те или иные визиты. Очевидно, что и нынешний визит президента уже США Джо Байдена направлен на то, чтобы разрешить нынешнюю ситуацию, которая связана с полномасштабной агрессией путинской России. Не найти точки соприкосновения, не договориться посередине, а именно ликвидировать угрозу со стороны путинской России, ликвидировав сам политический строй в Российской Федерации, который в настоящее время представляет собой Путин и его окружение. Думаю, что мощная поддержка тех самых 54 стран, входящих в проект «Рамштайн», является тому абсолютно четким подтверждением. И то, что лидер США, лидер демократического мира сегодня под звуки воздушной тревоги возлагает цветы к стене памяти воинов, погибших от российских пуль, в рамках антитеррористической операции, операции объединенных сил и, соответственно, нынешняя полномасштабная российская агрессия является тому ярким подтверждением. Да, стоит, наверное, отметить еще, что в должности вице-президента США Джо Байден посещал нашу страну трижды в 2014 году, в декабре 2015 года, а также в январе 2017 года. До этого последним президентом, который был президентом США, который был с визитом в Украине, это был Джордж Бурш-младший в 2008 году. Ну и ранее были визиты еще в 95-м, в 2000-м, в 94-м, когда в нашей столице побывали Джордж Бурш-старший, а также Билл Клинтон. Да, вот сейчас мы продолжаем смотреть кадры, это Михайловский собор, день памяти сегодня героев небесной сотни, стена памяти, около нее находится Джо Байден, Владимир Зеленский, также память погибших почтила сегодня и первая леди Украины, Елена Зеленская. Ну и сейчас известно, что Джо Байден уже покинул Киев, вероятно, что он на данный момент направляется в Польшу, в Варшаве завтра запланирована у него большая встреча, также где будут решаться вопросы касательно поставок вооружения Украине и дальнейших действий по освобождению наших территорий от российских оккупантов. Владислав, давайте, собственно, и поговорим сейчас с вами о ситуации на линии фронта. От глав военных администраций, в частности Луганской областной военной администрации и других поступает разная информация, что сейчас оккупанты накапливают огромное количество своих сил и техники. Расскажите, пожалуйста, что можете сказать о группировке войск оккупантов, которые сосредоточены сейчас на Донбассе, насколько это подготовленные люди? Давайте по порядку пройдемся с севера и на юг. Направляем на Купинск и район Кременной. Там действует подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации. На самом деле очень серьезное соединение, которое имеет и боевой опыт, и достаточно серьезную подготовку, и экипировку. Собственно говоря, они в нынешнее время доставляют достаточно много хлопот для украинских сил обороны, действующих на этом участке фронта. Но говорить о том, что те хлопоты, которые они доставляют украинские силы обороны, трансформируются в какие-то территориальные приобретения, нет. Бои как шли в лесу, вблизи Кременной, так они продолжают с огромной степенью интенсивности вестись. Путинская армия пыталась вести атаки в направлении на Купинск. Закончились они безрезультатно. Подтягивания российских чмобиков в составе 2-й гвардейской армии и частей подразделений квази-государственного образования ЛНР также не принесли никаких результатов. Раз за разом Путин управляет в топку войны все новые и новые силы и средства. Они очень быстро превращаются в хороших русских, становятся 200-ми. Но о каких-либо территориальных приобретениях на этом этапе российско-украинского противостояния об этом речь не идет. Южнее. Бахмут, город, крепость. Постоянно на слуху раз за разом путинские пропагандисты рассказывают, что вот-вот они возьмут под контроль Бахмут. Но с учетом того, что там действуют наши десантники и постепенно, пусть медленно, но тем не менее они отдавливают путинских солдат. Даже с тех рубежей, которые они ранее захватили. Очевидно, что тут и сейчас речь о том, что сегодня-завтра Бахмут пойдет, не идет. Опять же, абсолютно рациональный подход верховного главного команды, соответственно ставки верховного главного команды. Президент Владимир Зеленский четко сказал, мы будем держать контроль над Бахмутом до тех пор, пока это будет рационально эффективно. Далее будут приниматься соответствующие решения. Но опять же, такие решения это не значит, что сегодня-завтра Бахмут пойдет, потому как достаточно мотивированный гарнизон, который держит оборону этого украинского города. И слишком велики потери у путинской армии, чтобы считать, что они настолько сконцентрировали там силы и средства, которые могут быть трансформированы в какие-то территориальные привлечения для этой группировки путинской армии. И еще южнее, район Авдеевки, Маринки и Красногоровки. Неимоверно тяжелые боевые действия идут вблизи этих населенных пунктов. В Маринки и Красногоровке непосредственно в городской поселковой черте идут боевые действия. Путинская армия имеет там достаточно серьезное преимущество в части и личного состава, и артиллерии. Но опять же, это преимущество не в состоянии путинских генералов трансформировать какие-либо территориальные привлечения, потому как наши воины носили воли на характере, держат оборону и не позволяют Путину продвигаться вперед. Да и недавно была серьезная точка приложения путинских усилий район Углидара. Да, буквально все мы сегодня слышали сообщение о том, что якобы в районе Мариуполя концентрируется 5000-я группировка путинской армии, которая может быть в ближайшей перспективе отправлена на помощь тем самым российским морским пехотинцам. Из состава 155-й и 40-й бригад морской пехоты аж с Дальнего Востока и Камчатки. Те уж точно потеряли львиную часть своего личного состава и бронетехники. Вот теперь к ним на помощь 5000-ю группировку якобы пытаются отправить путинские генералы. Помогут ли они значительно усилить боевые позиции путинсками на этом участке фронта? Нет. Уж слишком серьезно материирован украинский гарнизон, который держит оборону этого населенного пункта. Я уверен, что ничего у путинских солдат не выйдет. По ситуации на Запорожском направлении, коль мы ведем речь про южный фаз российско-украинского фронта, там также очевидно имеет место быть статус-кво, контрбатарейная борьба, артиллерийские дуэли и каких-либо предпосылок к тому, что путинская армия в ближайшей перспективе и на этом участке будет иметь какие-либо преимущества, я не вижу совершенно. Скажите, а можно ли понять, какие потери Россия понесла среди мобилизованных с 21 сентября? Вот мы помним, что первых отправляли на фронт буквально 4-5 дней после получения повестки. И уже через неделю они возвращались домой в черных пакетах. Да, безусловно. Очень важный кейс, потому как я представляю, почему путинская пропаганда так тщательно оберегает эту государственную тайну Российской Федерации. Потому как неподготовленные, необеспеченные, непрошедшие через боевое слаживание подразделения, целиком состоящее из российских чмобиков, ну это фактически мясо. Мясо штурмовых подразделений, мясо для артиллерийских систем, украинских специалистов. Толку от них на фронте мало, но увеличивается мартиролог российских потерь. Но вести речь о том, что они создают какие-то очень серьезные, критически сложные проблемы для Украинской силы обороны, нет. Те российские чмобики, которые успели пройти через этапы боевого слаживания и боевой подготовки в учебных центрах и на полигонах, как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь, а это факт общеизвестный, они, конечно, представляют собой более грозную силу. Но, опять же, нынешняя война – это война артиллерии, и мы знаем, что подавляющее большинство российских потерь, она связана с эффективной работой украинских артиллеристов. Именно поэтому важно было нам всем сегодня услышать от президента США Джо Байдена важную информацию. Новый транш военно-технической помощи, примерно полмиллиарда долларов, основная его часть будет приходить на ракеты класса «Хаймарс» и на артиллерийские боеприпасы. Это именно то, что тут и сейчас нам крайне важно. И вот, да, в ГУР говорили, что благодаря четкой работе систем «Хаймарс» армия противника прячет теперь свои боевые склады в 80-120 километрах от линии фронта. Вот такой огневой контроль ВСУ, насколько он усложнил жизнь оккупантам? Плюс еще дальнобойные ракеты мы получим после визита Байдена. Безусловно. Путинские генералы достаточно рациональны. Совершенно верно, мы их не должны недооценивать, потому что недооценка противника – это путь к поражению. Поэтому очевидно, что путинские генералы просчитывают этот вариант, что украинские «Хаймарсы» действуют на расстоянии до 80 километров от линии боевого столкновения. Соответственно, и оттягивают логистические центры, где хранят боеприпасы в том числе, на расстоянии 100-120 километров. И несложно представить, что как только мы получим те самые ракеты, действующие на расстоянии 120-150 километров, соответственно, рассеяние будет еще сильнее, еще дальше оттянуть от линии боевых столкновений свои склады с боеприпасами. Ну а тут совершенно логично начинает работать, не очень хорошо работает российская военная логистика, потому что подставка всего необходимого к линии фронта, она будет занимать просто огромное количество времени. Ну, несложно посчитать, сколько времени будет двигаться эшелон с совсем необходимым для российских солдат со складов, центральных складов, которые находятся на расстоянии 170-180-200 километров от линии боевых столкновений. Очевидно, что эта львиная доля времени будет уходить именно на обеспечение оперативной той самой логистики. Не думаю, что путинские генералы сумеют эффективно решить эту проблему. Владислав, ну и продолжение разговора о дальнобойном вооружении. Интересное мнение высказывает экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Он считает, что при наличии ракет дальнего радиосодействия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс в следующем году или даже раньше. Что думаете об этих сроках? Это оптимистичный сценарий? Дело в том, что я являюсь одним из самых горячих поклонников Бена Ходжес. Именно по этой причине. Если до конца лета мой родной Крым будет освобожден, у меня очень много планов в Крыму на эту ближайшую осень. Кстати, вторят генералу Бену Ходжесу и бывший спецпредставитель правительства США в Украине Курт Волкер. Об этом говорит и украинский генерал Кирилл Буданов, руководитель военной разведки. Все эти три должностных лица в один голос говорят. При наличии соответствующих сил, средств и ресурсов, украинская армия в состоянии до конца августа северного года освободить Крым от путинской армии. Крым, соответственно, и Севастополь. Насколько реальная реализация такого плана? Я думаю, вполне. Хотя потому, что имя этих должностных лиц достаточно весомо, дабы они делали пусто порожнее заявление. Ну а что касаемо кейса поставок военно-технической помощи, то тут я верю в чудо и магию украинского дипломатического корпуса. Обратил внимание, что, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба буквально только закончился визит президента США в Киев. Он сразу же отправился в свое очередное заграничное турне. Планирует посетить несколько мировых столиц с целью, опять же, активизации кейса по части поставок военно-технической помощи от наших Западов. Потому как очевидно, что на нынешнем этапе российско-украинского противостояния нам крайне важно получать оружие, оружие и еще раз оружие. Да. Владислав, будем надеяться, что так и будет, и все необходимое оружие будет у Украины. И, как сказал сегодня Владимир Зеленский, результаты сегодняшнего визита Джо Байдена, они непосредственно отразятся на поле боя. Спасибо вам большое, Владислав. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами в эфире Freedom.